доброе утро доброе утро дорогие друзья мы хорошей недели всем хорошей недели шаблата прекрасной недели я лечу землю израиля в израиль вылетаю вот как раз нахожусь в аэропорту аэропорту домодедово в аэропорт домодедово и скоро железная птица на крыльях понесет меня в святую землю и с божьей помощью через буквально несколько часов я уже буду в иерусалиме а раньше на это уходила целая жизнь целая жизнь уходила и первый кто пришел в израиль в поисках всевышнего это был кто авраам авраама видно про отец в рам поэтому мы сейчас изучаем весь его путь как что было где было все нюансы мы изучаем его жизни для того чтобы понять каким образом человек который воспитывался выдала поклонство выдала поклонстве до окружение было вот полностью он родился его папа его семья люди вокруг все вокруг они говорили вот вот этот идол этот нептун видишь нептун он там с трезубцем значит он нептун главный на море другие говорили а это там например зевс тогда это зевс он главный на земле а это там всяких вот этих вот идолов они почитали авраам авина он говорит не говорит это все неправда не бывает такого это все вымыслы ваша говорит это вы придумали всех этих идолов а говорит есть бог хозяин мира который все это создал его тут один стал против всего мира и он 1 ну вот именно сумел противостоять земельми вот всему миру вокруг тогда он противостоял он воевал он объяснял он в общем он реально встал для всевышнего в этом мире стал пристанищем да такое как место для всевышнего в этом мире это был авраам и значит всевышний ему авраам он сказал все я благословлю тебя и твоих потомков и будешь ты значит я буду с тобой как ты был со мной так я буду с тобой и сейчас у нас недельная глава начинается которая называется хаей сара жизнь сары и мы понимаем что вся жизнь абрама она была неразрывно связана с женщиной по имени сара само имя ее сара ее звали сарай когда он на ней женился сарай но это не был сарай как мы понимаем да насколько вот русский язык он запутывает при изучении торы даже потому что когда мы говорим звали его жену сарай что сразу люди представляют сара это это сара она на иврите на святом языке сар это министр а сарай это жена министра то есть она была как министерша назовем и так и она была со сара и она была типа мое мой министр он и называл по-русски он и назвал мой министр он говорит ну что мой министр пойдем всевышний ко мне обратился говорит что лэх лэха иди себе иди к себе и земли своей она говорит а куда идти он говорит не сказал свежий пока ну что мой министр пойдем пойдем а потом всевышний проявился и говорит теперь твои имя будет авраам его тоже звали имя авраам его звали авраам в начале отец народа арамейского он был а потом его звали авраам отец множества народов переводится имя авраама значит авраам это отец множества народов а сара она была его вначале министром а потом она стала министр над всеми он говорит сару надо слушаться значит и мало этого когда сара сказал ему что что нужно что нужно выгнать агаре его старшим сыном ишмаэлем бог ему сказал слушайся все что сара тебе говорит представляете теперь значит сара была его министром она была очень женщина такая всю жизнь она была рядом с ним и она занималась вместе с ним просветительской деятельностью потому что известно когда он перешел из хорана он шел из места где они жили какое-то время то с ними пошли те души которые сделали написано и он и она то есть она занималась женщинами он занимался с мужчинами и они про создали такую свою как группу последователей и эти люди вместе с ними ушли теперь значит и вот дошло до того что в прошлой недельной главе конец прошлой недельной главы когда бог открылся аврааму и там прошли самые самые большие испытания самое большое испытание это было жертвоприношение и цхака и когда авраам его хотел принести в жертву с ножом то сара она была пророчица и она это увидела она увидела эту картину как ее муж который вообще бог сказал чтобы слушаться надо сара ее любимый единственный сын которого она родила в 90 лет и значит сын муж ее стоит с ножом над сыном представляете она увидела это пророчестве и умерла представляете то есть у него был от этого ну вот шок и она умерла и начинается эта недельная глава с того что и были годы жизни сары сто лет и двадцать лет и семь лет сто двадцать семь лет было и в тот момент когда она умерла шнейха и сара годы жизни сары значит раша который знал все устную тору все предания все медроши и он объясняет письменную тору он говорит что так как в том формате в котором это написано и было и была жизнь сары сто лет и двадцать лет и семь лет годы жизни сары второй раз опять года жизни сары то это значит да всем шалом что это значит что это тут есть большой шифр и он нам объясняет в чем этот шифр но я хотел бы остановиться на последнем отрывочке этого шифра но давайте все объяснил отрывки он говорит почему написано в сто лет она была безгрешна как в двадцать лет и красиво как в семь лет то есть в этом зашифрованы три главные качества которыми славится женщина она была безгрешная она была красивая и не было вот эта красота которая воспевал царь соломон в песне эшет хайли кто найдет доблестную жену это конец притчи он говорил что да всем всем привет ниже привет что уйдет миловидность шекера хэн обманет миловидность в эвеля йофи и как пару идет красота и шайра ташем но женщина которая есть у меня страх перед богом и тит алали она будет прославляема вечно и вот сара у нее был вот этот трепет перед всевышним это то качество которое соединяет с богом и она была она была как в эшет хайли описано она была очень помогала людям она все время было пришли вот эти вот купите она значит гостеприимно она там готовит и так далее значит и вот она умерла и написано что все годы жизни сары были годы жизни сары в конце еще раз написано говорит здесь раша на вот эти вот годы жизни сары последние он говорит кулян кулян все они шавим литова они все были одинаковы в одинаково хорошие что мы отсюда видим вот этим вот отличается цадик от от не цадика значит вчера как раз я слушал урок одного раввина равнер коэн и он рассказывал про царя давида царь давид который в которого в начале в детстве он был незаконорожденный его семья не признавал его отправили пастухом в подальше от города его отправили пастухом значит тот которого он потом он его чуть не убил этот галиад потом за ним бегал царь шауль хотел его убить потом когда он стал царем у него убили 4 сына 4 сына у него погибло потом один из сыновей восстал на него и хотел войной на него пошел хотел убить а в шалом потом его убили в общем царь давид у него была очень очень тяжелая жизнь и есть псалом который каждый шаббат поют псалом это называется мизмор ли давид это главный псалом царя давида без морды давид бог мой пастырь лоих сар и не будет у меня ни в чем недостатка он меня там на положит на минус дэш и ярби цене он меня положит на луга на на водах альмы минус и на луне он меня будет как бы даст не в наследие воды такие эти самые и и дальше он говорит царь давид в этом псалме он говорит рак ах-то вах-эсет ир-де-фуни коль мины хаяй он говорит только добро и только милосердие гнали за мной все все годы моей жизни секундочку если у тебя было столько проблем как же ты можешь говорить что только добро и милосердие гнали за мной все годы жизни весь вопрос в том как как воспринимать окружающий мир и реальность значит сара вот здесь здесь впервые в туре указано что все годы жизни были у него одинаковые что бы ни происходило они переезжали сто раз я помню как раф зильбер рассказывал это он очень смеялся он говорит вот что же что за жизнь не было авраам ее муж время переезжал не бог сказал надо переезжать поехали не бог сказал надо переезжать поехали все время пол жизни в дороге и и забирает ее фараон забирает ее али милых забирает дальше потом она родить не может все над ней смеются всю жизнь что у нее детей нету что не такая уже на и праведница думали что из-за авраама но потом когда у авраама родился ребенок когда ему было восемьдесят семь лет от агаре ты тогда на дне начала смеяться и агаре тоже и все начали смеяться агаре почему начало не смеяться смотри значит твой муж царик это всем понятно а детей не было из-за тебя значит смеются на ней потом значит но то есть у него вся ее жизнь была очень на первый взгляд очень тяжелая но говорит раф зильбер для нее все дни были хорошие она все это воспринимала с радостью все это воспринималось любовью она вот это как раз свойства праведника это то к чему стремится верующий человек вообще как как царь давид в том же псалме он говорил гамки и лех бегает салмамет он говорил даже если буду идти долиной смерти ло и рара он говорит не случится со мной зла ти а та и мади потому что ты со мной то есть царик праведник он настолько прилепляется ко всевышнему что чтобы вокруг не происходило а он находится он не здесь находится это как виктор франкл когда он находился в лагере в концлагере он прятался в свои свой внутренний мир он говорил у меня можно забрать внешнюю свободу не можно моему телу можно приносить какие-то страдания и боль но внутреннюю свободу у меня забрать нельзя я внутри себя полностью свободен я в домике то есть виктор франкл он спрятался во внутренний домик а праведник он из внутреннего этого домика он поднимается прямо ко всевышнему он уходит вообще на более высоте уровне и поднимаясь все выше выше по уровням он оставляет ту иллюзорную конструкцию которую большинство людей называет своей личностью своим его называя набор воспоминаний набор убеждений набор каких-то просто ну и идей называя собой праведник он говорит не это вообще не я это все набор каких-то идей концепции слов а кто я а я моя душа и он начинает подниматься своим я все выше выше в эту душу эта душа она соединена со всевышним и но человек не может жить в вакууме чеку обязательно нужно разговаривать чеку обязательно нужно общаться чек обязательно нужно взаимодействовать с другими людьми но праведник он говорит а нет меня нет я взаимодействую только по торе есть воля всевышнего я в этом мире не больше не меньше а только проводник воли всевышнего и занимаясь вот этим самоотверженным служением людям например да праведник он говорит а меня нету. Я просто ангел, которого Всевышний посылает для того, чтобы передавать свою волю. Что Всевышний нам сказал? Делай добро, значит, проведывай больных, значит, и так далее. Помогай, делай, работай. Вот. И праведник, он как бы убирает свое эго, но он все время в деле. Он секунды не сидит. Потому что только ты секунду остановился, у тебя сразу начинают всплывать какие-то мысли, которые от безделия. От безделия все приходит сумасшествие. А праведник, у него нет безделия, но он и не гоняется за своим эго. Он все время идет только-только по воле Всевышнего. То есть он все время занят, он все время разговаривает. Но его разговоры это слова Торы. Его разговоры это молитва. Его разговоры это псалмы царя Давида. Его разговоры это Тора. И это не его разговоры, это разговор Всевышнего. То есть праведник, он становится, входит в резонанс, и он становится как Авраам и Сара. Они были пристанищем в этом мире для Всевышнего. Праведник, он как бы отдает свой биоскафандр и отдает свой интеллект, и отдает себя в этом мире, отдает как домик для Всевышнего. И когда он становится вот этим домиком для Всевышнего, как скафандром для Всевышнего, то он, соединившись со Всевышним, написано, что праведники, даже когда их тело умирает, они остаются живыми. Он такой же, как он был при жизни, он такой же после жизни, а злодей, даже когда он здесь при жизни, он мертвый, то есть он просто набор, набор каких-то непонятных желаний, штампов, это у меня вчера был один мой приятель, партнер по каким-то бизнесам, вечером после шабата мы с ним по делам там встретились, и я ему говорю, вот как ты живешь вообще, ему 35 лет, он говорит, ты знаешь, говорит, у тебя сейчас тоже, ну мы, там, я ему задал этот вопрос, он говорит, у меня в молодости были мои герои, на кого я ориентировался, Чидивара, его убили, значит, вообще, у меня были все герои О'Денри, но они все эти, все из Королей Капуста, вот эти герои, герои, говорит, Хемингуэя, ну и Хемингуэй вспился, умер, самоубийство, и значит, и герои его все такие же были, он говорит, у меня нет модели жизни, которое бы предусматривала религия, семья, там, и так далее, он говорит, у меня просто нет этой модели, я просто не понимаю, я даже подумать об этом не могу, потому что я не знаю, у меня нет никакого примера, представляете? То есть, праведник, он берет себе примером, женщины берут примером Сару, мужчины берут примером Авраама, Ицхака, и очень понятно, что есть, дальше мы будем читать, когда, например, Яков умирал, он позвал своего сына Юсефа, и Юсефу говорит, слушай, говорит, похорони меня в Израиле, похорони меня в Марата Махпыла, как раз вот эта недельная глава, как Авраам купил для Сары, для того, чтобы ее похоронить, купил пещеру, Марата Махпыла, это пещера, теперь, какую он купил пещеру, где похоронены Адам и Хава, где первый человек, его жена похоронены как раз в этом месте, то есть, Авраам, он не думал, что мне делать, он думает так, значит, раз Авраам и Хава там похоронены, значит, я хочу тоже быть там похоронены, его сын Ицхак, он не думает, что дальше делать, раз папа Авраам, который был с Богом одно целое, там похоронен, я тоже хочу там похорониться, теперь Яков, когда он умирал, он зовет Юсефа и говорит Юсефу, слушай, похорони меня вот там, где похоронены родители, Юсеф говорит ему, эсек и двореха, сделаю, как ты сказал, и в конце главы Юсеф говорит своим детям, когда Бог вспомнит вас и выведет вас из Едипта, и, значит, то не забудьте же, заберите меня и похороните в Израиле, то есть, эсек и двореха, значит, сделаю, как ты сказал, Дамир молодец, вот прям Дамир настойчивый, Дамир, сделаем, я сейчас уже закончил подготовку, вот прям в ближайшие две недели начинается еще дополнительно, еще будет цикл уроков, с Божьей помощью Бленедер, про царь Соломон, про деньги, про богатство. Хорошо, значит, дошли мы до момента, когда про Сару мы поговорили, про то, что зачем мы изучаем историю Авраама и Сары, мы поговорили, потому что дела отцов, это знак для сыновей, и мы, когда хотим найти путь к Богу, у нас есть модели, то есть, мы не изучаем жизнь Чедевары, а мы изучаем жизнь Авраама и Сары, и эта модель, как приблизиться к Богу. Дальше, Авраам купил это поле, похоронил ее, значит, очень здесь примечательно, как Авраам разговаривал с этапоклонниками, народом этой земли, с каким уважением он к ним говорил, как он поклонился, значит, поклонился сынам Хета и Амарец, он был очень добрый и вежливый ко всем людям, и они его поэтому назвали, назвали они Авраама, вот тут написано, и встал Авраам, и поклонился народу земли, сыновьям Хета, и сказал им, если есть, в общем, если вам по душе, прошу вас, дайте мне похоронить мою умершую, и они сказали, они сказали так, Аврааму, знаете, как они сказали, шаману Адуни, они ему говорят, послушай нас, господин наш, они ему ответили, он с ним вежливо, и они к нему также, носи Элоим от Абетухену, князь, царь всесильного Бога, ты среди нас, и хорони в лучших наших погребальнях и так далее, но он что сказал, он сказал, нет, хочу купить я это место, и он купил ее за 400 серебряных монет, прямо в Торе написано, что Марата Мехпела купил Авраам для погребения Сара. Дальше, вот на этом заканчивается сегодняшний отрывок, книга Таня нам рассказывает глубоко, глубоко рассказывает о том, как Всевышний в этом мире больше всего проявляется через праведника, то есть откуда мы знаем о Боде, как мы можем почувствовать Всевышнего, именно через вот этих людей, они как распространяют вот этот свет Бога вайфай, Авраам был первый, Сара, его жена, Ицхак, Яков, который получил имя Исраэль, 12 колен и так далее, и дальше в каждом поколении есть как минимум 36 скрытых праведников, которые просто посвящают себя полностью Всевышнему, но они скрыты, они как такие вайфайы, которые, знаете, как есть сеть 5G, которая распространяет интернет, также есть вот эти вот в каждом поколении 36 скрытых праведников, которые как атомные электростанции распространяют свет Всевышнего, есть просто те, которые каждый, кто изучает Тору, обучает Торе, выполняет заповеди, поддерживает изучающих Тору, он как будто бы усиливает вот этот божественный свет, и когда этого света божественного станет много, то будет, это называется поколение ДА, поколение знания, и мы, мне кажется, уже прям рядом-рядом находимся, когда все увидят, что Бог один, имя его едино, и все откроется, все, и мы тогда увидим, наступит новая серия в мироздании, дай Бог, чтобы это случилось в наше время, очень интересно было бы за этим наблюдать, увидеть, когда же придет Машех, очень хочется увидеть, Машех это тот, кто объявит об этом, скажет, все, наступила новая эпоха, я прям представляю, как это будет, будет такая голограмма на весь мир, и все увидят по всем каналам сразу, все новости, перешел Машех, все, всем удачи, успехов, хорошего дня, завтра с Божьей помощью будет урок из Святой Земли, из города Иерусалима, все, шабула, хорошая неделя.